Приветствую вас! Действительно, взгляды на столь деликатную тему могут быть разными, я с вами согласен, я, в принципе, согласен с вами, вот, и считаю, что вы можете, как бы, ну, вы можете иметь право на конфиденциальность этой информации, и что, да, конечно, конечно, касается это и вашего мужчины и дочери, но касается только при условии, если вы сделаете, если вы решите, значит, ребенка рожать, а если вы сделаете аборт, то никак никого это не касается, вот. Более, что мужчина сказал, что бы вы принимали решение сами, а он, он, он примет любое ваше решение, вот, если бы он сказал, что нет, ты должна этого ребенка оставить, и я буду отцом, и всякое такое, да, 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 наверное, он действительно мог бы рассказать об этом дочери, а так, он, получается, за вас принимает решение, я там сказал, приму любое твое решение, вот, если бы не захотел брать ответственность, и, получается, вашу, как вы правильно сказали, интимную информацию, да, значит, раскрыл свои дочери, вот. Я могу понять вас. Могу понять, в принципе, и мужчину, который, видимо, считает, что делает вам одолжение, принимая любое ваше решение и не подталкивая вас, например, к аборту или наоборот, вот. И, в общем-то, ну, я думаю, что, не очень сильно вас уважает мужчина, но я думаю, что он так же мог, мог поступить, как, как он поступил, вот, потому что он может решить, что, ну, раз это мой ребенок, раз это моя дочь, почему, соответственно, я должен это скрывать, тем более, если с дочерью него такие отношения достаточно теплые, искренние, вот, он, вполне возможно, мог испугаться, что из-за этой ситуации отношения с дочерью испортятся, а дочь ему, конечно, более дорога, чем вы. Вот. То есть, в принципе, из его и с вашей позиции, из его и с вашей точки зрения, в принципе, как бы, реальность, она просто вот под разным углом встает, но, как я и сказал, правых не правых здесь нет. Другой вопрос, другой вопрос и момент заключается в том, по-настоящему, по-настоящему, как мне кажется, важным заключается в том, что вы разные люди и у вас разные представления с мужчиной о ценностях, об ответственности, об уважении, вероятно. Может быть, может быть, даже о какой-то близости, о каком-то доверии, может быть. Я не знаю, может быть. И все это, получается, сейчас у вас с мужчиной разные. И разные достаточно сильно. И это не изменится. Мужчина будет также и дальше считать, что он может какие-то вещи говорить, которые касаются его, и он будет прав. А вы будете также дальше говорить, что он не имеет права об этом говорить, не говорить, потому что это ваша интимная информация. И тоже будете правы. Правда в том, что вы слишком разные. И видите ли, не готовы, судя по всему, ни вы, ни он принимать в другом те качества, которые имеют место быть. И вот в этом заключается самая неприятная история в этой ситуации. Вы разные, вы не готовы друг друга принять. Здесь, соответственно, основания тревожатся по поводу ваших отношений, по поводу вашего будущего взаимодействия и так далее. Дальше. Вы говорите, что встретили с мужчиной, все закрутилось, забеременели, не планировали. Не то, чтобы я вас обвинял. На самом деле, обвинять вас я ни в чем не хочу, вообще. Правда, последнее, чего я хочу, это вас обвинять в чем-то. Нет. Но подобное поведение, когда все закрутилось, я забеременел, не планировал, ну, говорит о некой увлеченности вашей, не знаю чем, мужчиной, может быть, каким-то образом жизни, которое он вам показал, дал, может быть, чем-то еще. Сложно. Сложно однозначно так вот сказать. Сложно. Ну, по крайней мере, мне. Но эта увлеченность ваша, вот, именно то, как вы вошли в это состояние, когда все закрутилось и вертелось, когда вы встретили мужчину, вот, может быть, состояние, в котором вы были, когда встретили его, представляет для меня, как для психолога, куда больше интерес, чем комментирование конфликтной ситуации. Потому что конфликтная ситуация, она, по большому счету, в какой-то степени парадоксальна всегда, потому что люди правы, правы, в любом случае, все, просто есть проблема в том, говорят ли они на одном языке, понятно ли они говорят. Вот. И, как бы, комментировать конфликт бесполезно. Потому что там все равно все правы, там можно научить людей слушать друг друга, да, можно доносить информацию, ну, научиться доносить информацию до человека, научиться не накалять, грубо говоря, конфликт. Но сам, саму вот ситуацию комментировать бесполезно. А вот состояние, в котором вы находились, когда встретили мужчину, что позволило вам увлечься, куда важнее. Вряд ли вы встретили мужчину и поняли, что хотите сделать его счастливым. Вот внезапно. Вряд ли. Я в этом, по крайней мере, сильно сомневался. Но если это не так, только потому что вы говорите это не так, ну, судя по тому, что вы пишите это не так, то вам чего-то, как хотелось. И, вероятно, чего-то хочется. Вот с тем, чего вам хочется. Как вам хочется. Нужно поработать. Дальше. Вы говорите о том, что вам стало очень обидно, ну, вот эта ситуация, которую вы описываете, она вам стало обидно. Ситуация, как я уже сказал, на всякий случай повторю, ситуация действительно неоднозначная, деликатная и, ну, как мне кажется, правильного решения здесь нет. То есть, например, не сказал дочери сразу, ну, плохой для дочери. Значит, там, соответственно, сказал дочери сразу, ну, плохой для вас. То есть, мне кажется, что здесь вот правильных решений, правильного решения нет, идеального решения нет. Идеальным решением было бы, если бы вы дочь считали, ну, более близким человеком, тогда проблем не было. Вот в этой ситуации, в которой вы оказались, ну, объективно, правильного решения не было. Вот, собственно, наверное, именно это мужчина и понимал. Так вот, вам обидно, вы сказали, вас это за дело. Вот очень важно проработать то же, что вас за дело. Потому что здесь ваше, условно говоря, уязвимое, слабое место, которое может стать источником проблем в будущем. Понимаете, какая штука? Вот глобально ничего не меняется от того, что люди обсудили вас и положение. Для вас объективно не меняется ничего. На вас это никак не влияет, на вас это никак не задевает. Совершенно. Но вам неприятно. И это нормально. Вопрос заключается в том, что именно обидно и больно. С этим нужно, 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 нужно поработать. Потому что для вас и, возможно, для ребенка будет лучше, если вы за свои ожидания, которые у вас есть, которые есть у каждого человека, будете брать ответственность самостоятельно, а не ждать чего-то от него. Мужчина, который может поступить так, а может поступить по-другому, к сожалению. Дальше, последнее. На что хочу обратить ваше внимание. Вы неоднократно, по-моему, два раза, может быть, три, повторили «мой мужчина», выражение «мой мужчина». Честно говоря, при том, как у вас развивались отношения и как мужчина воспринял ваше положение, я думаю, что вы недостаточно близки с мужчиной. Это первое. Второе. Мой мужчина – это очень собственническая позиция. И на собственническое восприятие вашего партнера нужно обратить внимание и поработать с ним. Сделать его более таким духовным, менее собственническим, более человекоориентированным. Чтобы вы не говорили про мужчину, который вам нравится. Чтобы вы не говорили про него, как про своего питомца. Я понимаю, вы можете сказать, что, Андрей, я не это имел в виду. Я вообще просто привыкло так говорить. Я не вкладываю такой смысл в это выражение. И вы придираетесь. Ну, возможно, вы правы. Возможно, вы правы. Но я, поскольку не знаю вас, да, я не знаю контекста. Я не знаю особенностей вашего характера, кроме такого общего некого образа, который мне сейчас представляется. Естественно, я могу ошибаться. Это нормально. Я прошу вас обратить внимание на то, что человек не случайно говорит какие-то вещи. И если вы говорите мой мужчина, то совершенно не случайно вы используете, в данном случае, вот, средство выражения принадлежности. Именно принадлежности. А человек не может принадлежать. Понимаете? Он не может быть вашей собственностью. И, возможно, еще и это одновременно помогло вам построить отношения, которые вы построили, собственно, благодаря чему родился этот вопрос. В то же время мешают вам выстраивать другие, более, может быть, качественные, более, ну, не качественные даже, а более соответствующие вашей культуре, вашей морали, отношению. С партнером, который, опять же, который разделял бы ваши взгляды, разделял бы ваши представления. Понимаете? А вот, в принципе, о чем я хотел вам сказать. Вызывает, конечно, сомнения ваш вопрос, типа, как можете прокомментировать эту ситуацию, да? То есть, есть ощущение, что вы, как будто бы, вот, вообще во всем уверены, да? И просто хотите, ну, послушать, типа, мнение, мнение других людей, ну, вот. И, соответственно, там, не знаю, либо подтвердить, либо опровергнуть, да, свое мнение. Ну, это, на самом деле, так и не работает, потому что мы психологи. Вот, психологи не занимаются экспозиции. Вот, и, соответственно, наше дело указать вам на те проблемы, которые могут причинять вам неудобства, беспокойства, трудности и какие-то, вот, шероховатости, Светлана. Поэтому, комментировать ситуацию могут, наверное, в большей степени ваши, ну, ваши друзья знакомые, вот, но не психологи. Вот, обратите внимание еще, что у вас вот трое детей и вы разведены, да? То есть, уже есть в прошлом негативный опыт отношений. Совершенно не факт, Светлана, что вы этот опыт осознали и скорректировали, да? То есть, вот, если есть опыт, значит, вероятно, вы те же ошибки, что и с отцом ребенка сделаете, и с этим мужчиной тоже. То есть, здесь также необходимо проявить к себе заботу и сделать необходимый анализ. Вот, пишите, встретил мужчину, завязались отношения, все хорошо, забеременел от него, стал вопрос, что делать, срок маленький. Вот, ну, это, вот, классическая, наверное, история о том, когда люди увлекаются. То есть, вот, живут определенной жизнью, которая не очень удовлетворяет. Живут, потому что надо, ну, вот, например, у вас трое детей и вы живете с ними. Вот, потом появляется возможность проявить себя по-другому и человек полностью в это погружается, забывая про все нюансы, про все тонкости, забывая про осторожность и, в общем-то, такой какой-то холодный расчет. А ведь у вас, Светлана, трое детей. Мне кажется, что кто-то из этих детей сто процентов от вас зависит. Вот, и если вы решите ребенка оставить, то, ну, ваши дети будут чувствоваться, да, расплачивающимися за что-то, на что они не давали. Согласен. Так что, здесь, вот, позиция скрыть свои действия и позиция не обговариваться, ну, очень тонко граничит со стыдом. Вот, а стыд мешает устраивать искренние отношения. На этом все. А я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!